ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В чем цель? В чем стратегия? Как вам видятся вот такие действия страны-агрессоров? У русских есть ощущение, оно, повторяю, ошибочное, что запугав, заморозив, можно добиться мира. Это исторически неправильно. Они просто не изучают историю. Вот даже небольшой исторический экскурс. Хиросима и Нагасаки не сломили Японию. Да, это Хиросима сам решил, ну, все-таки прекратить, а японский народ готов был сражаться. Точно так же англичане в 45-м году, уже после окончания войны в Европе, они удивлялись. Они думали, что бомбардировки Кёльна, Гамбурга, особенно Дрездена, когда в один день погибло 60 тысяч, что эти бомбардировки сломят дух немцев. Но они не сломили. Наоборот, Геринг, ну, и Гитлер, и Геринг, ну, вот эти асы Геринга, тоже, когда бомбили Лондон и Ковентри, они думали, что этим самым они сломят сопротивление англичан. И не сломили. Получается парадокс. Просто каждая страна про себя думает, что вот мы крутые, а они такое там, мы сейчас на них чуть-чуть давнем, и они испугаются и сдадутся. На России на самом деле, на полном серьезе думают, что чуть-чуть надавив, ну, это же они, у них же деды воевали, наши же деды, типа же не воевали. Да, и поэтому они думают, что чуть-чуть надавив, мы сдадимся. А они сильные. Они будут за свою родину сражаться до конца, все остальные слабаки. Это заблуждение. Есть действительно случаи, я думаю, дальше поговорим о том, что все устают от войны, и каждое общество устает от войны, и каждая армия устает от войны. И фактически война заканчивается, вот такая затяжная война, как, ну, вот сейчас у нас началась затяжная война, скажем так, окопная война. У кого первого, ну, скажем, сдадут, не то, что сдадут нервы, а кто первый устанет, очень сильно устанет, и скажет, да лучше давайте уступим, но эта война нам не нужна. Но русские почему-то думают, что они не устанут, а мы устанем. И если они сейчас начнут бить по нашей инфраструктуре, внимание, на России на полном серьезе посмотреть у Скобеева еще, они думают, что сейчас киевляне выйдут и устроят Зеленскую в Майдан, типа, Зеленский, сдавайся, а то мы уже устали от войны. Они не понимают, что мы еще больше сплотимся, что нас, причем, причем, не различая там, люблю я Зеленского или не люблю, это же на России надо обязательно любить Путина. А мне для того, чтобы любить Украину, Зеленского любить не обязательно, голосовать за него не обязательно. Я даже могу сказать, я не голосовал за Зеленского, я не люблю. Ну, мы сейчас сплотились, любим, не любим, мы сплотились против общего врага. Мы в одной лодке. Вот, и рассчитывать, ну, русским рассчитывать на то, что мы сдадимся, потому что вы сидите без света, а у меня свет вот выключится, допустим, в 6 часов, и потом его не будет. Мы сидим 2 через 4, сейчас без света. Да, они могут сколько угодно злорадствовать, аплодировать и говорить, так вам и надо. А мы скажем, да мы всю зиму так будем, но мы не сдадимся. 2 через 2, будет 2 через 2. Будет 2 часа в сутки свет, вода и тепло. Окей, 2 часа в сутки. Не будет ничего, мы уедем в село. Я буду там, я у себя на кухне сделаю там буржуйку какую-то или возьму железный поддон и буду паркет же свой сжечь, но не сдамся. Но на России думают, что нет, они сейчас побегут сдаваться там, поднимать лапы вверх. Не будет этого. Вот, и вот все вот это, то, что они применяют, а это обычный терроризм, потому что инфраструктуру рушить нельзя, тем более критическую, тем более ту, когда люди действительно могут начать мерзнуть. То есть Россия подтверждает, что она террорист, вот, и только там Скобеева говорит, нет, это просто война, нет, это терроризм, война на фроне, а когда вы бьете по нашим телтелам, это элементарный терроризм. Вот, но, но они думают, что мы сдадимся, посмотрим, посмотрим. А что это вообще за такой менталитет у русского человека, да, вот радоваться чужому горю? Я просто тоже смотрю, знаете, периодически подвергая себя там испытаниям российские пропагандистские СМИ, просто для, по своей работе, и меня удивляет то, как люди радуются чужому горю. Вот, нет света, нет воды, нет там электричества, тепла и так далее, а люди радуются там, в Запоревке. Да, ну, скажем, будем откровенны, вот я, как раз вы попали в точку, да, пригласили меня, потому что я менталист, и я как раз исследую, мало того, менталист и гумилевист, да, исследую, скажем так, психологию не одного человека, а этноса или нации, да, или, или такой химеры, как Россия, потому что, скажем так. Ну, насколько я понимаю, что это из серии антропологии, верно? Ну, где-то в Украине говорят дотычно, то есть так, вот, не совсем так, не совсем так, ну, где-то рядом, где-то не рядом, потому что это антропология, это, скажем так, о строении черепа, а тут, скажем, этнология, вот правильно называется эта наука, которая исследует менталитеты нации. Да, спасибо вам за просвещение, потому что я в этих вопросах абсолютный дилетант, и мне бы очень, вот сейчас интересно было бы вас послушать, да, пожалуйста. Почему, почему одни поступают в одной и той же ситуации, кто-то поступает так, кто-то так, да, говорят, там, южане горячие, там, они вспыльчивые, или, там, волжские татары, ну, или казанские татары такие-то, крымские такие-то, украинцы такие-то, русские такие-то. Но самое главное тут надо понимать, что русские это этнос, точно так же, как много там на России есть татары, чуваши, башкиры, буряты, якуты и так дальше, там, ну, больше ста национальностей, да, чечен и ингуши. А все вместе они называются сборной солянкой россияне. И это надо четко отличать. Есть русские, а есть россияне. Так вот, россияне это химера, потому что россияне это кто? Россияне, по версии Путина, это все граждане Российской Федерации. Но будем откровенны, например, чечены и русские очень четко отличают, идентифицируют себя, ну, те с русскими, те чечены и разделяют. И мало того, будем откровенны, недолюбливают друг друга. Мало того, все мусульманские этносы России недолюбливают Россию хотя бы за построение истории, за нелюбовь к мусульманам, и это там взаимно, да. В том числе, там, буряты или шойгут, тывинец, они, по большему счету, они даже, ну, они шаманисты, язычники. И вот нет такого, нет ничего похожего, там, типа, кто такие, ну, кто такие русские, русские это те, кто считает себя русскими, а кто такие россияне, абсолютно непонятно. Вот, и с этого выходя, из этого мы можем говорить, я считаю, что все обобщения ложные, и поэтому нельзя сказать, что вот все абсолютно русские или россияне, что мы берем, да, химеру, такую этническую химеру, это суперетническая химера, россияне, где, ну, русских натыкано и много всех других, и русские, что, ну, я бы не сказал даже, что все русские там кровожадные, но кто-то же все равно бабушек через дорогу переводит, котиков постит, кто-то любит свою девушку там или жену, кто-то любит свою мать. Но всегда, в чем ценно обобщение? Обобщение, как научный метод, ценно тем, что оно показывает тенденцию, а вот тенденция, вы абсолютно правы. У нас тоже среди украинцев есть много людей, ну, будем откровенны, и жестоких, и подлых, и есть те, которые бьют там жен, есть даже случаи, когда бьют матерей. Но, скажем, если у нас это из ряда вон, то есть у нас, если в селе узнали, что какой-то, ну, поц ударил свою мать, это, ну, это что-то, то где-то там за Иваново это обычное дело. И вот это подсознательное, этническое, оно и формирует среду, среда формирует человека. Что человека формирует? Ну, во-первых, генотип. Вы могли родиться уже, ну, человеком, или, ну, нельзя родиться хорошим или плохим человеком, ну, можно родиться с задатками, да, там какими-то, вот у вас задатки там альтруизма, у кого-то эгоизма, у кого-то мы видим уже по маленьким детям, кто-то родился добреньким, а кто-то там жестоким. Но в основном все равно это все выравнивает среда, то есть в ту среду, в которую вы попадаете. И вот у нас с вами среда нормальная. Мы среди тех людей, где не принято учить детей бить других детей, ну, если это не русские дети, да, я сейчас шучу, а то сейчас подумают. Да, я понимаю, черный юмор. Да, да, это черный юмор. Вот, если учат там, ну, чему-то учат, в первую очередь в семье, в семье чему-то учат. Мать учит ребенка, да, отец учит сына, мать, дочь. Вот, потом попадают они где-то в школу, уже попадается школа. Уже после 13 лет, когда у нас переходный возраст, уже маму, папу мы любим, но они не авторитеты для нас, для нас авторитеты ровесники, да. Хорошо, если мы попадаем в среду, где хороший тренер у меня там вот в Дю США был, да. Я очень поздно начал выпивать, скажем так. Почему? Потому что в моей среде, в Украине, кажется, в моем мусоредовище не принято выпивать. И поэтому у мусульман это закреплено, скажем, религией, да, не принято. Вот это не принято, вот это не принято. Отношение к маме, к жене, к женщине, к соседям. И вот это все формирует общество, да. И вот получается так, что может быть там ребенок и родился, ну, родился без задатков жестокости. Но он попадает в среду, где он ходит там в туалет, там у них больше 3000 школ. Больше 3000 школ на России, они приехали нас тут учить жить, да. У них больше 3000 школ, где туалет во дворе в Сибири при минус 30, вы представляете? Где у них принято, что папка бьет мамку, потому что по русскому менталитету бьет, значит, любит. Где они начинают материться там в 12-13 лет. Ну, а вообще и пить, и курить, и материться, и трахаться. И все это начинается как бы там в 13-14 лет. Что вы хотите, что с них вырастет? Может быть, детьми они родились нормальными, но общество жестокое, общество, которое не знает, что такое украинское слово гиднесть, да. Чувство собственного достоинства. Вот они удивляются, почему у нас Майдан за Майданом. Да потому что для меня нет сакральности власти. Для меня власть абсолютно не сакральна. Для меня нет соединения, что родина – это правительство. Нет ничего подобного. Для меня Украина – это Украина, а уряд Украины – это другое. Я это разделяю, и поэтому я оставляю право за собой выступать, делать революции. Поэтому у нас одни есть. А на России ментальность такова, что царь хороший, бояре плохие. Но царя надо суть. Да, вот это выражение, это же известное произведение Тургенева «Муму», да, когда Герасим не просто берет свою собачку и уходит от той же барыни, да, он ее убивает, а потом уходит, то есть выполняет датань и все, и покидает. Почему не взять собаку и не уйти вместе? И не уйти, да. Но украинец бы так и сделав был, да, так бы я поступил бы точно так же. Взял бы собачку и ушел бы от барыни. Но нет, там же надо сначала исполнить приказ. Вот это мелкие элементы разности ментальной. Да, они говорят, мы братья. Ну, мы не братья, потому что мы ментально не похожи. Потому что у нас горизонтальные связи очень большие. У нас была Украина очень долго без государственной, ну, нацией без государства, да, и поэтому у нас было так называемое звучаевое право, обычай, да, и все прописывалось, украинец не доверяет власти, тем более, если она чужая, тем более, если она чужая. Оставляет всегда за собой право сговориться с другими, сделать ватагу, уйти на Запорожскую Сичь и делать свою политику, основываясь на каких-то, ну, критериях и этических стандартах, известных для всех, да, там. И основные из них, вот, для Украины, да, свобода цены не мая, я надеюсь, и по-русски это понятно, да? Да, случайно. Свобода цены, да. Гидность выше за життя, то есть чувство собственного достоинства, или запорожцы говорили это, лицарство, оно выше жизни, то есть моя честь выше, чем моя жизнь. Жизнь фигня, честь главное, да, вот, и, вот, и Украина понад усе. Это уже, ну, новое обретение, но тем не менее, когда на России объявляют мобилизации, 700 тысяч валят из страны, а у нас отбоя нет в военкоматах от желающих идти воевать. Еще и не берут, да, это правда. Да, не берут, да. Вот, вот, вот это и разница, потому что... А в таком случае, да, вот ласка. Опять же, я не скажу за всех, то есть тут надо очень четко понимать, что все обобщения ложные, да? И если я что-то говорю о всех украинцах, мы понимаем, что это я не о всех говорю. Я только говорю о тенденции. Да, абсолютно верно. Точно так же и на России, может быть, есть патриоты, есть кто-то, ну, бахнутый, который думает, что, идя воевать под Запорожье, он защищает русскую святую, русскую землюшку. Это ж мы с вами можем поржать. Как может быть под Запорожьем, с какого числа эта землюшка стала вдруг русской? Ну, это бред. Это элементарное незнание истории. В Запорожье я даже сомневаюсь насчет русской березки. Вот у нас на Сумщине растет, а в Запорожье не растет точно. У нас, кстати, у крымских татар есть такая отличная пословица, которая гласит, не сажай во дворе березку, русский придет и скажет, что это мой двор. Вот это точно, да. Мы просто исторически знаем, да, что такое. Ну, и мы исторически, они пришли в Херсон, и потому что там похоронен Потемкин, значит, это русская землюшка. Или там в Одессе был Пушкин. Одесса – это русская земля, это ужас. А наших было миллионы. И крымских, и крымлы, и украинцев много было на Колыме. И из этого, то есть, должно следовать, что Колыма – Украина наша. Ну, если по их безумной, абсолютно безумной логике. Ну, вот такой философский вопрос, завершая эту тему, можем ли мы сказать, я понимаю, что можно долго на эту тему размышлять, разговаривать, там, о бытие человека, да, извечный вопрос, но все же. Можем ли мы в таком случае сделать вывод, что человека, как личность, формирует та среда, в которой он родился? Абсолютно. Я в этом убежден. И это как бы стверджую, да. Есть, конечно, генотип, есть фенотип, да. Это биологические понятия. Генотип – это врожденные качества. Фенотип – это качества, которые мы получаем там в процессе жизни. И, естественно, сказать, что генотип ничего не значит – это солгать. Хотя сейчас во всем мире очень боятся об этом говорить, потому что тут можно часто перейти в социал-дарвинизм, или, как говорят, Евгеника, да, или превосходство рас, там, этносов. Ну, на этом уже играли Гитлер, и сейчас играют русские. Они же со старта считают, что они лучше всех, да. То есть они называют нас фашистами, а сами, по сути, есть фашистами, потому что считают, что они самые крутые, а все остальные – это так, такое. Вот, но где-то генетика играет, потому что, ну, как бы мы что ни говорили, ну, например, вот я люблю петь, но не очень умею. Ну, вернее, ну, там, в общем, может быть, вы не захотите слушать, как я пою. А Каруза там или там Алла Пугачева поет хорошо, да. Вот. Кому-то что-то удается лучше, кому-то что-то меньше, да. Там кто-то, может быть, ну, вот я ходил с детства в США, я знаю для себя, что я спринтер, но не стайр. Я лучше бегу короткие дистанции, хуже длинные. Это почему? Это природный задаток, да. У кого-то есть такие, у кого-то есть такие, у кого-то есть такие задатки. В том числе есть и задатки, ну, вот у меня врожденное качество, чувство справедливости, чувство собственного достоинства. Это врожденное качество. Ну, я вот считаю, у меня, и я смотрю по своим детям, у них это тоже, это качество врожденное. Но все равно, даже если вам Бог дал что-то, и вы умеете петь, все равно надо жучиться петь, все равно надо ходить в музыкальную школу. Все равно футболист, даже самый лучший футболист Месси, он играть умеет в футбол, ему, наверное, Бог дал этот талант, но он все равно два раза в день ходит на тренировку. То есть, какой бы талант вам природа или там Всевышний не задал, все равно вам надо тренироваться. А тренировка, человек, существо, ну, человек это, да, он млекопитающий, он зверь, но это все равно социальное существо. И ничего нам не дается, помимо общества. И только в мультике, ну, или в романе Киплинга о Маугли, мы очень, я думаю, ну, я, во всяком случае, очень любил этот мультик советский, да, и только там вот Маугли живет с волками, но он все равно, ну, как человек. На самом деле мы знаем, что те, кто попадают в те случаи, которые попадают в дети в волчью стаю, и их там через несколько лет находят, они все равно гавкают, там мяукают, не знаю что, но из них уже человек не получается, полноценный человек. Полноценного человека без сообщества не бывает, поэтому самый главный воспитатель это сообщество. И если у нас нормальные условия для воспитания детей, то там ненормальные. И поэтому выходит то, что выходит. Я родился в Казахстане, как и большинство Кремлы, потому что я был, родился, ну, в семье ссыльных. Только крымских татар ссылали как нацию, ну, а моих ссылали, ну, як бандеринцы, вы понимаете, да? Ну, даже не то, а у меня у мамы отец был еще старый петлюровский отец. Поэтому я родился на Руднике, в Кентау, и, знаете, была в детстве такая игра, вот какую я запомнил, там, ну, есть же зэки, есть вертухаи, да? Есть кто-то сидит, кто-то охраняет. И у детей какая игра была? Идет трое или четверо деток, они играют с руками за спиной, они типа зэки. А один с палкой идет и типа охраняет, он типа охранит вертухаи. То есть вы понимаете, что могло вырасти там, ну, если в детских играх дети же повторяют, ну, фактически то, что делают взрослые. Вот, и я очень рад, что когда мне было пять лет, меня привезли, вернули из Казахстана, семья переехала в Украину. Ну, и я вот этих ужасов не помню, я помню их только по рассказам родителей. Вот, и я знаю, что у меня мама, мне очень нравятся овчарки, а моей маме очень они не нравятся. Потому что овчарка это ассоциативный ряд, это собака, которую охраняют. Вот, собственно, и в чем разница. Россия это страна, в ментальности которой зона преклонения перед властями и вот этот принцип сдохнет и сегодня, а я завтра. Ну, и это все помножено на страшную, воспитанную Путиным, вот этот главный их нементальный элемент. Деды воевали, если надо, повторим. Это вера в величие России. Они на самом деле, русские думают, что они высшая раса. Вот, и в этом их проблема. И поэтому они проиграют, как фашисты. А как вы думаете, вот в таком случае, учитывая все аспекты, которые мы с вами проговорили выше, возможно ли вероятность каких-то массовых протестов в России или это исключено для русского человека? Скажем так, сейчас это невозможно. Потому что, ну, потому что, во-первых, авторитет власти, а во-вторых, нет той силы объединяющей, которая могла бы создать революционную ситуацию. Все почему-то там говорят, вот в России сто лет назад, в 1917 году была революция. Да, но тогда была партия большевиков. Покажите мне сейчас на России такую партию. Такой партии нет. Но, с другой стороны, мы знаем Пугачевский бунт, о котором Пушкин правильно сказал, бессмысленный и беспощадный. И на России, если она проиграет войну, рано или поздно такой бунт начнется. Рано или поздно он неизбежен. Но это будет бунт неорганизованный, а именно, ну, такого анархического типа, все против всех. И, опять же, скажем так, сейчас на России уже теряется управление страной как таковой. Почему? Потому что, ну, вот смотрим ЧВК Вагнера, да? На самом деле это говорит о том, что если есть частная компания, частная компания, построена по принципу армии поздней Римской Республики, и раннего принципата, это когда есть своя армия у Помпея, есть своя армия у Цезаря. И они никак перед Сенатом Рима там не обозначены. Они имели в виду, они подчиняются только своим полководцам. Но это же изменение системы. И это система конца. Потому что только государство имеет право на насилие. И, значит, все структуры должны подчиняться государству, а не какому-то пригожину лично. И, то есть, в данном случае, часть государства отрабатывает на пригожин. Вот, и это начало конца. Но это и возможный элемент их внутренней гражданской войны. И повторяю, такая гражданская война может быть только или всех против всех, или другой вариант. Это будет, как бы сказать, тоже Russian tradition. Это будет, ну, я называю это семей боярщины. Когда смута на России началась, и Борис Годунов, а потом и Лжедмитрий, ну, в общем, их поубивали. И то, что ждет Россию, это точно ждет. Когда, ну, Путин сдохнет, я надеюсь, скоро. А кто должен стать новым царем? Россия без царя не может. И заменой царю может быть семей боярщины. Ну, грубо говоря, там, представители военных, ФСБ, Пригожина, Кадырова, представители каких-то регионов, да. Ну, не такие убогие, как Аксенов в Крыму. Ну, лидеры посильнее. Там на России есть, там, вот, лидер Якутии, лидер Татарии, Татарстана, Башкортостана. Вот эти люди могут, ну, сделать, грубо говоря, вот эту семи боярщину. То есть управляться Россия будет коллегиально, но это только какой-то период. А потом все равно кто-то возвысится и съест всех остальных. Я вот для примера, чтобы старшие люди, я думаю, меня поймут. Это когда сдох Сталин. 53-й год, да? А? 53-й, да, год? Это 1953 год, да, 5-й, по-моему, марта. И вот сдох Сталин. Я не говорю, я о людях говорю, умер. А сатана только может, или тварь сдохнет. И что сначала вылезли там? Маленков, Берия, Жуков, Хрущев. Потом они все вместе съели Берию. Потом Хрущев спихнул Жукова, убрал Маленкова. И то есть получается какой-то сначала коллегиальный орган. Но потом кто-то вылазит один, становится... Это в детстве мы играли на Снежной горке в Царя горы. Кто Царь горы? Всех остальных поспихивать в Царь горы. Я не знаю, у вас есть такая детская игра, но у нас была. Вот. Ну, задача залезть наверх и всех остальных спихивать. Да. И вот, собственно, это и есть русская политическая структура. Но сначала там залезут несколько. Сначала и поэтому Пригожин делает там свою частную армию. Поэтому Кадыров делает свою частную армию. Поэтому в каждом регионе губернатор или руководитель края делает свой частный батальон или два. Вы же заметьте, как у них летом формировались. У них же батальонно-тактические группы были по региональному признаку и принципу. Вот вам я показываю будущее, политическое будущее России. Вот я скажу, а свидетельствует ли это о том, что, возможно, фрагментация России, ну вот парад независимости, который был с распадом Советского Союза? Опять же, если неавторитарный или неавторитетный вождь придет править в Россию или вот эта семибоярщина, то возможность отпадения окраин велика. Особенно национальных окраин и особенно мусульманских окраин. То есть Северный Кавказ может сразу уйти в минус, может уйти в минус Татарстан, Башкортостан, воспользовавшись этим. Ну или получить такие полномочия, которые там, ну сейчас только доступны там и возможны там Кадыров. Но это обязательно будет. Как только ослабнет центральная власть, мусульманские окраины отпадут, ну и потом будут отпадать еще окраины, те окраины, где большинство составляют нерусские. Таких мало, потому что, например, даже в Бурятии русские большинство, а не буряты. Но в Татарстане, Башкортостане, как раз, ну в Башкортостане там и татары, и башкиры составляют вместе большинство, но русских только треть. То же самое в Татарстане, то же самое в Чувашии. В Якутии 55% все-таки якутов, а не русских. И поэтому Якутия вот тоже, тем более, если подсказать людям, ну в той же Якутии. Якутия, если она отделяется, допустим, от России, они богаче Кувейта. Вы понимаете, потому что там и алмазы, там весь набор, там все там лица Менделеева. Здесь ведь важно, вы со мной наверняка согласитесь, что здесь важна ведь самоидентификация представителей этих регионов как отдельного этноса, как отдельной национальности от всего русского. Вот такая самоидентификация и лидеров, которые могут взять на себя эту ответственность, сегодня наблюдается? Все правильно, очень вы, ну очень правильно сказали, что все зависит, а есть ли лидеры и есть ли те элиты, которые поведут. Потому что на России все же по принципу разделяй властвуй и очень много всяких ФСБшных штучек и очень много всего такого, что не позволяет как бы действительно иметь оптимизм в том, что, ну, например, там Карачаева-Черкесия или Татарстан восстанут и захотят отделиться. Ну, в таких случаях я всегда говорю, что лидеры рождаются и приходят во время исторических событий. Кто знал генерала Залужного до 24 февраля? Кто его знал три года назад? И наоборот потускнели те лидеры, не буду сейчас называть политиков в Украине, но очень потускнели те лидеры, которые нам еще год-два назад, а там тем более пять лет назад казались незыблемыми. Это там типа что-то их позиции такие, что ого-го. И кто их сейчас, и кто они. Поэтому, с одной стороны, это правда. Если нет элит, которые готовы повести, если нет элиты, если элиты не предложили лидера, который готов повести, то, скажем так, восстание маловозможно. Но я вам скажу про Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий, когда начинал повстание свое в 1648 году, он был обычным сотником Чигиринским. Он был сотником, младшим командиром. Это даже не полковник. Но была революционная ситуация. И кто-то первый крикнул, давайте. У кого-то было достаточно коммуникационных возможностей, чтобы договориться с крымским ханом. И чтобы Тугайбей привел часть Орды. И вместе крымские татары с запорийскими казаками просто сделали страшные вещи с речью посполитой. Вот. А до 1648 года, ну скажем, ну да, Хмельницкий засветился там еще во Франции в 30-летней войне. Но, грубо говоря, там за 5 лет до этого о нем никто ничего не знал. И поэтому мы можем говорить, еще раз повторюсь, элиты должны сформулировать там типа то, что они хотят. Украинское, есть такое классное слово, прагнение. Чего вы прагнете? И вот мы прагнем, допустим, там кто-то скажет, мы хотим, чтобы Якутия стала независимой. Мы хотим, чтобы Башкортостан стал независимым. Окей? И это может случиться. Это может случиться. А лидер родится потом. Ну, лидер, он сейчас где-то ходит между нами, да, но ситуативно сложится так, что кто-то поднимется, кто-то станет тем лидером, кто заявит о себе. И так в истории всегда. Кто знал Спартака до того, когда он вывел рабов-гладиаторов на Везувии и сказал, мы будем сражаться? Никто не знал, кто такой Спартак. Сейчас о Спартаке помнят уже почти 2100 лет назад. Это прошло, но мы знаем, кто такой Спартак. Точно так же, а кто знал, ну, например, там Чингисхана, пока он там род Борджигиновня вокруг себя не объединил и не бросил идею, что там типа Монголия и не бросил идею, что все должны объединяться в Орду по принципу Ясы Чингисхана. И лидеры рождаются во время революции. И поверьте, я это знаю, потому что я был на всех украинских революциях, и я видел, как рождаются лидеры. Они берутся неоткуда. Но вот все вот эти представители, которые вы перечислили, даже если говорить об империи Чингисхана, Римской империи, Византийской, Персидской и так далее, все эти империи распадались в результате серьезных военных поражений. То есть можем ли мы с этого сделать вывод, что военное поражение России в Украине будет повлечет за собой ее распад? Да, хотя я скажу, что некоторые империи распадаются сами по себе, даже вот Римская империя, ее все-таки, ну как ее не колотило, но она устояла от варваров, а потом распалась сначала напополам, потом еще там, ну и на кусочки посыпалась, да. Это, конечно, внутренняя смута, внутренний распад. Или Улус Чингисхана, он распался на четыре Улуса его сыновей, да, то есть внутренняя война была. То есть война может быть внешней, она может быть внутренней. Но, вы знаете, я давно, как Ванга, утверждаю, что украинская нация имеет, ну вот говорят, а какая там миссия, да, страны или какая миссия вашей нации? Национальная идея, возможно. Да, национальная идея или миссия украинского народа в том, чтобы множить на ноль империи. Вот, и в свое время там и Речь Посполитую помножили на ноль, и там Золотую Орду, и Атаманскую империю, и Рейх, и Австро-Угорскую империю. Ну, то есть мы везде приложили руку, и осталась только одна, последняя империя, которую мы должны угробить. Это в этом наша миссия. Это Российская империя. Вот когда мы угробим Российскую империю, нам надо будет тогда обнуляться и думать, а в чем же теперь наша миссия? Ну, пока что наша миссия – это обнулять империю. Я считаю, что это красивая, хорошая, нужная миссия украинского народа, который сейчас... Это, кстати, очень важный вопрос вы затронули, потому что после победы Украины, возвращения ее к границам 1991 года, понятно, что от географии мы никуда не денемся. Мы никуда не денемся от этой территории, и рядом будет находиться вот это образование, не знаю, в каком именно виде оно там будет находиться, но так или иначе, эта территория есть. И 140-миллионная дурманенная часть, большая часть российского населения тоже будет находиться там. Мы сможем ли мы, я не знаю, построить какую-то стену с Россией, сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю, рубить, что вы там хотите, лучше нас начипайте? Или же все-таки наша дальнейшая работа, наша дальнейшая стратегия, миссия, как вы говорите, будет ориентирована на демилитаризацию России, возможно, на ее лишение, ее ядерного статуса и полного обезвреживания России на долгие века? У меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос, потому что тут может быть по-другому. С одной стороны, ну разве можно отделиться там навсегда, навекать? И тем более мы понимаем, что это страна с ресурсами, с природными ресурсами, очень важными для глобального мира, глобальной экономики. И опять же, чтобы они полностью не одичали, да, ну кто смотрел Игры престолов, да, чтобы они превратились в одичалых каких-то, вот, потому что, ну, стена тоже ничего не гарантирует. И, возможно, действительно два варианта, где-то, ну вот, как план Маршалла, да, было же у американцев два плана по отношению к Германии 45-го года. Один план – это сделать из Германии слабую, отсталую аграрную страну, где, ну, грубо говоря, срыть все заводы. Вот, и пусть они там ездят на телегах, но был и другой вариант – сделать ее как раз нормально индустриальной страной, но сделать деноцификацию, сделать демократизацию, то есть вложиться в какие-то институты, которые будут работать. Но мы же понимаем, что немцы и до этого были европейским народом, как им там мозги не запарил, не запудрил Гитлер. Как быть с этим 140-миллионным народом, у которого менталитет, ну, абсолютно не европейский. Я, как менталист, вам скажу честно и откровенно, что за одно-два поколения менталитет можно исправить, да. Вот мы не такие, какими были там, ну, скажем там, наши отцы и матери, или тем более бабушки и дедушки. Мы другие. Во всяком случае, даже технический прогресс нас исправил. Да, мы, я вот вспоминаю, как, ну, вот, маленькие, чтобы поняли, да. Сейчас, например, для украинцев, если мальчик живет с девочкой вне брака, зарегистрировано, ну, гражданский брак, типа, все нормально. Но я помню, что еще бы, ну, если не 20, то 30 лет назад, это мама, если бы узнала такое про дочку, то это было бы что-то страшное. То есть, вы понимаете, вот, ну, как, без мелочах, и вот ментальность вот в таких вот вещах заключается. Как относиться к тому или к этому, к событиям, к женщинам, к людям, ко всему, ко всему. Толерантность. Я еще помню, ну, там, 30 лет назад у нас не было элементарной толерантности там, ну, и там каким-то ЛГБТ-сообществам, и все. Не было вообще даже, было, ну, украинцы не были ксенофобным народом, в отличие от россиян. Но, тем не менее, там, ну, было много, скажем так, ментальных язвевалок. Вот. И все это как-то за поколение прошло. Люди притираются друг к другу, в том числе и нации притираются друг к другу. И я уверен, что русские не безнадежны. Они же все-таки, ну, они по большому счету, вот, ну, если говорить там на языке, вот, гаплогрупп, да, там, с чего вы начинали, антропология там или там, ну, кто чьи предки, да, то фактически русские, когда говорят там, типа, что, ну, одна у нас и с ними, и с поляками, и с белорусами, ну, гаплогруппа, ну, например, по мужской линии, там где-то половина мужчин, это гаплогруппа R1-A1, то она и в русских, и у украинцев, поляков, белорусов, чехов, ну, вообще у всех славян примерно одинаково. Ну, там что-то есть, разница, что-то нет. То есть где-то 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч лет назад у нас у всех был общий предок. Вот, и поэтому сказать, что они не такие, они какие-то мутанты, это нельзя сказать. Они ментальные мутанты, но не физиологические мутанты, они тоже люди. У них мутация социальная, вот, потому что они выросли в таком государстве, в такой стране, и их дальше этому учат. Вот, а социальная мутация исправляется за два поколения. Два поколения, это сколько, 100 лет? Нет, ну, считается, 4 поколения за 100 лет, 25. Раньше считалось 20. 20 лет, в принципе, обновляется. Ну, сейчас в среднем 25 лет, то есть 4 поколения за 100 лет. Два поколения 50 лет. И если с ними нормально работать, вы их не узнаете. Точно так же, как вы можете представить, сейчас самая толерантная нация в Европе – это немцы. А три поколения назад их остановить смогли только под Сталинградом. Русские считают, что это они остановили, но это не так. И вот буквально еще 10 минут до завершения нашего эфира хотела с вами обсудить стратегию сейчас российского руководства. Они бежали с Херсонской области, с права берега Херсонской области. То есть мы, вооруженные силы Украины, выгнали их и просто уничтожили в Киевской, в Харьковской областях, на Донбассе у России абсолютно нет. В Тумской, заметьте, мы участвовали. Да, в Тумской, Черниговской, на Донбассе у России нет абсолютно никаких успехов. И сейчас они бьют по нашей энергетической инфраструктуре. Что дальше? Как вы думаете, как дальше будет действовать руководство России? Чего нам ждать? Они думают, что они заставят нас капитулировать, потому что мы будем сидеть без света, воды, тепла. И значит мы сдадимся. Мы побежим и скажем, Зеленский подписывай мир, соглашайся на то, что они там уже завоевали. Этого не будет, мы это уже выяснили с вами. Да, этого не будет. Но на этом их стратегия пока строится. Вот если мы говорим о стратегии. Понятно, они обломаются. Понятно, что они захотят мира и хотят мира любой ценой. И тут ситуации две. Насколько быстро посыпется их армия. Повторюсь, все армии устают. Вот сейчас на посту стоять там, допустим, четыре через четыре, заступить в караул, да, где-то даже не в ближайшем окопе, а в прифронтовой зоне. А если еще есть в окопе, и где, ну сейчас уже подмерзло чуть-чуть, а еще позавчера стояла грязь по колено. Очень тяжело. И дождь капает за шиворот. И всем хочется к жене, если нет жены, к маме. Всем хочется к детям. Всем хочется просто в тепло. Мужчинам просто хочется согреться, выпить там почарки, закусить салом. И это есть, ну или чем там закусить, если, допустим, там религия не разрешает алкоголя. Но все равно всем хочется, у нас в Украине, кажут, в тепли, в добри будут. И этого хочет и наша армия, и ихняя. Но наоборот, оба общества хочут войны. 92% украинцев хотят войны до переможи, войны до победного конца. Ну, чуть меньше, но 78% россиян, ну если верить ихнему исследованию Левада-центра. Стромненько верят, но тем не менее у нас других нет данных каких-то. Что 78% россиян тоже за войну до победного конца. Мы видим два общества, готовы воевать всю зиму. Но есть две армии, а армии готовы воевать. И вот чья армия посыпается быстрее, та страна и выиграет. Но у нас, в отличие от россиянцев, мотивации больше. У них мотивация бабки, мотивация, ну для Пригожинских там еще получить амнистию. А так вообще, кроме бабок, есть нормальных солдат. Мотивация нормальная, это называется солдатское братство. Стоим плечом к плечу, друг за друга, даже не за родину, допустим. Но солдатское братство, это там стоим друг за друга, отбиваемся. А я прикрываю тебе спину, ты мне. Вот у них этих мотиваций две. Ну, у Пригожинских плюс одна, да? Две. А у нас эти же мотивации присутствуют. Да, тоже там нашим бойцам платят. Наши бойцы прикрывают спину друг другу. Но у нас еще же самоделишная, а не вот эта, блин, телевизионная любовь к родине. У нас Украина понад усе кричать щиро, а не на камеру. Еще, это третья мотивация. И у нас, во всяком случае, после Бучи, каждый боец знает, что за ним его семья. И если он сейчас уступит, они придут, изнасилуют и убьют. Поэтому у нас еще достаточная мотивация. И плюс пятая мотивация, которая нет у русских. Это, я бы сказал, вот этот нахрап, вот это чувство куража. Мы побеждаем, мы лучшие. Они битые, а мы нет. Так вот, у них две мотивации. Боевой дух. У нас пять, да, боевой дух, да. И поэтому, кто победит, очевидно. Чья армия посыпется быстрее. Мы, вот если взять по десятибалльной шкале, вот усталость, да, ноль это не уставшая, и десять это смертельно уставшая. Мы где-то, может быть, на троечку. А российская армия уже где-то на семь. И вот достигнет десяти, и они побегут. То есть, поэтому сегодня мы очень часто слышим вот такие заявления из уст, значит, путинских опричников о том, что они готовы там к переговорам. Именно поэтому. Я думаю, что ближнее окружение Путина об этом еще, может быть, не догадывается или где-то что-то. Ну, во всяком случае, на уровне уже у них бригад, дивизии, армейских корпусов об этом догадываются. Что армия у них на грани посыпаться. А зима еще не началась сегодня. Ну, вот, грубо говоря, вернее, только началась зима, да, только началась зима. Но, по большому счету, там у нас три-три с половиной месяца, и они могут посыпаться. И, между прочим, вот эти сибиряки, которые из себя корчат. Там мы сибиряки, нам зима, русская армия всегда в зиму наступает. Тра-та-та. Ребята, сибирский мороз минус 20, это хорошо. Но лучше воевать в минус 20, чем в плюс 5. А вот у нас на Херсонщине и в Причерноморье вообще, у нас чаще зимой плюс 5, чем минус 10. Вот в плюс 5, когда они начнут от нашего климата, мышца привычная, они начнут гнить. У них будут там чесотка, вши, черяки. И там, вы видели бойца, у которого 20 черяков сразу там на всю спину там и задницу. Он боец тот еще. И вот когда вот это все у них случится, и случится после наших оттепелей там, которые будут там в январе, а потом в феврале, а потом в марте. Вот мы посмотрим на российскую армию, как она будет и куда она будет бежать. И по поводу Крыма, пана Викторе, как вы видите деоккупацию нашего родного поляка? В ЗСУ Крым освободит по-любому. Тут единственное, что весь, ну, так, мы же без обобщений, что значительная часть европейских лидеров будет нависать гирями на ногах Зеленского и просить там, Владимир Александрович, дайте команду за Лужному, за Чангар не заходить, за Перекок не заходить, в Армянске Чангой не заходить. И это точно будет, это будет точно. Все скажут, возьмите все, оставьте Путину только Крым, чтобы он мог уйти с лицом. Но я думаю, что мы не остановимся, потому что украинское суспильство цього Зеленскому не пробачит. И поэтому мы обречены на то, чтобы Крым отбить, Крым вернуть домой, домой в родную гавань в Украину. А кому это неинтересно, они могут, есть же хорошее четкое правило. Если бабушка какая-то хочет умереть в России, то она берет чемодан, чемодан, вокзал, Россия. Я просто, знаете, мне вообще непонятна мотивация некоторых представителей западного европейского истеблишмента, когда говорят, что вот Крым нужно оставить за скобками, там куда-то в периферию и вести переговоры, мирные покрыты. Они совсем понимают, чем Крым вообще отличается от других временно оккупированных территорий Украины. Всего лишь потому, что он был оккупирован 8 лет назад. Но разве время легализует оккупацию? Нет. В чем тогда разница? Я абсолютно подписываюсь под каждым вашим словом. Конечно. Вот даже добавить нечего, потому что вы сказали, все правильно, я только подписываюсь. Только так. Поэтому Крым должен быть деоккупирован. И мы говорим на крымскую аудиторию. И можем сказать, что всех громадян Украины мы приймем назад. Всем, кому не подобается Украина. Россия – это одна восьмая часть суши. Можно уехать в Магадан. Можно уехать куда угодно. Россия большая. Мы даже предложим такую программу выкупа квартир. У тебя есть в Севастополе квартира, и ты там капитан первого ранга, который там где-то всю жизнь в Мурманске провел, а теперь решил на пенсию сойти туда, на Черноморский берег. Мы даже у тебя квартиру купим, чтобы потом украинскому учительству или украинскому библиотекарю ее отдать по программе. А ты покупай в Мурманске опять квартиру и живи в Мурманске, откуда приехал. Дякую вам дуже, пане Викторе. Чоксаголно, что наше время подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Дякую вам. Виктор Ваберенко був с нами на прямом связке, політичный аналитик. Залишайтесь с першим кримсько-татарским. Корушкен Джодеслар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова